Губернатор Приморского края Олег Кожемяка побывал в военном городке села Сергеевка пограничного округа. Поводом для визита стали сообщения местных жителей о неготовности их домов к отопительному сезону. Здесь годами накопившиеся проблемы, связанные с изношенным уже водопроводом, с изношенными теплосетями, с внутренним розливом, с отсутствием канализации в домах нормальной. Все это выливается в подвал, не писали жалобы. Сейчас мы здесь поменяли управляющую компанию, зашла гражданская управляющая компания. Конечно, большой объем работ ожидает, но мы со своей стороны подключимся. Для нас все жители Приморского края имеют абсолютно равное значение, под чьей бы подведомствами они не находились, поэтому через резервный фонд выделим необходимые средства. Там порядка 43 миллионов мы пока насчитали на то, чтобы привести в порядок розлив, привести в порядок подвалы, канализацию. Также Олег Кожемяка подчеркнул, что к капитальному ремонту домов военного городка планируется подходить комплексно. Помимо инженерных сетей, здесь приведут в порядок крыши и системы электричества. Мы сегодня здесь собрались по тому вопросу, что у нас весь жилой фонд Сергеевского гарнизона не готов к отопительному сезону и большая вероятность того, что все дома зайдут в сезон абсолютно холодными, голодными и без воды. Но, конечно же, по решению сегодняшнего собрания все сложилось очень положительно. Мы очень довольны. Нам выделяют огромное количество денег – 43 миллиона. И, конечно же, мы зайдем в зиму с теплом. И это для нас очень важно. Примечательно, что в ближайшее время военный городок в Сергеевке ждут и другие знаковые преобразования. Ранее местные активисты выиграли в конкурсе для территориальных общественных самоуправлений на предоставление грантов из краевого бюджета. В результате здесь оборудуют детский комплекс и спортивную площадку. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.